Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Пятикратный рост хлебопёки хватается за голову от подорожания сырья. Все ли переживут это время? Навоз и ныне там. Как отходы жизнедеятельности, которые годами просто складируют, могут помочь в сельском хозяйстве? Пока одни шутят, другие делают. Пьют ли в 2022-м березовый сок и почему это стоило бы делать? Хлебозаводы поднимают цены, а маленькие пекарни и вовсе могут оказаться на грани закрытия. Причина этому – резкий рост стоимости сырья для хлеба и выпечки. Так, цена за килограмм маргарина подскочила со ста до 230 рублей. О том, как эти трудности встретили барнаульские хлебопёки, в следующем сюжете. За последние несколько недель сахар, мука и маргарин резко подорожали. Руководители пекарин и хлебозаводов говорят, покупать, казалось бы, базовые продукты становится всё сложнее, ведь стоимость выросла от 30 до 150 процентов. При этом поставщики не называют причину столь резкого скачка. Поставщики, на удивление нам, они никак не отвечают на этот вопрос. Единственное, что они говорят, что это является курсом повышения доллара. Хотя для нас это удивительно, потому что маргарин – это производная России, сахар – это производимая Россией. Ещё одна проблема, говорит Ольга, отсутствие у маленьких булочных складов для хранения запасов. Купленных ингредиентов хватает лишь на неделю, поэтому их приходится приобретать регулярно и по актуальным ценам, то есть работать, что называется, с колёс. Несмотря на это, сделать такую же наценку, как у поставщиков, пекарни не могут. Боятся полностью потерять клиентов. Из-за разницы в цене пекарни теряют до 30 процентов выручки. Несмотря на это, многие из них не хотят увольнять сотрудников и, более того, стараются сохранить цены. Например, на обычный белый хлеб. Ведь именно его зачастую берут пенсионеры и другие социально незащищённые категории граждан. В связи с этим правительство России направило 52 миллиона рублей на поддержку алтайских хлебопёков. Эту сумму распределят между предприятиями, которые не будут повышать стоимость по сравнению с предыдущим месяцем. Субсидия рассчитывается от объёма выпеченного и проданного хлеба – 2,5 рубля на килограмм. Это очень мало. 2,5 рубля – это очень мало. Это очень маленькая дотация. А себестоимость килограмма сейчас сложно прогнозировать её каждый день, потому что каждый день цена приходит разная. То есть цена растёт. Владельцы пекарин боятся, что если ситуация не стабилизируется, убытки станут ещё выше. А это, в свою очередь, может привести к закрытию многих предприятий и массовой безработице. Артём Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Подорожание сырья – далеко не единственная проблема, с которой столкнулись производители. По бизнесу серьёзно ударило повышение ставки по кредитам, а также удорожание стоимости логистики и изготовления упаковки. Отказаться от фасовки, говорят бизнесмены, едва ли выйдет. Многие продукты, например, спагетти, просто не способны, не приспособлены к продаже на развес. О текущих и будущих трудностях мы поговорили с Ольгой Корюкиной, заместителем гендиректора компании-производителя макаронных изделий. Берём вот этот вот картон, коробочка. Вот мы до, так называемого, до событий 24 февраля мы её покупали по 7 рублей, сейчас нам её предлагают по 16. То есть это не наш продукт, у нас нет картона, у нас нет красок, у нас нет своих, это всё импортное, поэтому импортозамещение такого быстро найти наверняка не получится. Соответственно, вот мы сейчас принимаем решение, либо мы этот продукт ставим в стоп и не будем производить, либо мы должны сейчас поднять цену до 50 практически процентов, ну и, соответственно, это всё встанет на полки. А готов ли наш потребитель к этому? Это вопрос уже к тому, насколько выдержит покупательская способность конечного потребителя. Все транспортные компании сейчас заходят в переговорную компанию по поводу повышения тарифов. Соответственно, если это будет сделано, это будет ещё один удар, потому что в логистике, то есть наш продукт представлен там от Калининграда до Владивостока, и, соответственно, доля затрат именно в составляющей ценообразования нашего продукта, она там тоже достаточно высокая, то есть от 6 до 16 процентов, по-моему, в некоторых регионах составляет. И, естественно, если пройдёт повышение, то это ещё один будет, так скажем, импульс для того, чтобы опять пересматривать цены. Ну, ни к чему хорошему это тоже не приведёт. Придётся нам тоже подстраиваться под условия рынка, но это будет очень тяжело, потому что мы все находимся, находились, так скажем, в фазе активного развития, то есть у всех есть кредиты, есть обязательства, и та маржа, или тот, скажем, маржинальный доход, который мы будем получать там с эконом-сегментом, просто многим компаниям не позволит закрывать действующие обязательства. Не надо забывать, что у нас ещё и кредиты выросли. То есть сегодня ставка, которую предлагают банки, это 23-25 процентов. Против тех ставок, которые были там ещё месяц назад, это 10, казалось, дорого, 12. Это было вообще неподъёмно. Если будет поддержка, начиная от сельхозтоваропроизведителей, будет поддержка пирработчиков, к которым мы относимся, соответственно, вот здесь это и приведёт в целом к сдерживанию политики ценообразования. Как стало известно сегодня, хлебопёкам уже выделили средства на поддержку. К тому же временно из страны не будут вывозить зерновые и сахар. Как ещё можно помочь сельскому хозяйству в условиях санкции, обсудили на заседании Госсовета в России. Провёл его губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На заседании прежде всего рассмотрели задачи подготовки агропромышленных комплексов страны к проведению весенних полевых работ. Отметили, что готовность к посевной в регионах высокая, а в некоторых уже приступили к севу. Минсельхоз России совместно с агроснабженческими компаниями и властями регионов оперативно решает вопросы по поставкам материальных ресурсов и техники. На особом контроле обеспеченность аграриев минеральными удобрениями, средствами защиты растений, семенным материалом. Помощник президента страны, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин подчеркнул, необходимость продолжать совершенствовать государственную аграрную политику в новых условиях. Виктор Томенко отметил, что важнейшей задачей агропромышленного комплекса является сохранение продовольственной независимости страны. Увеличены объёмы поддержки программы льготного кредитования, льготного лизинга сельхозтехники, предусмотрены кредитные каникулы для агрария, в пролонгации сроков льготного кредитования. Эти решения, естественно, позволят снять наиболее острые вопросы и поддержат наших сельхозтоваро-производителей агрария, в частности, в самый ответственный момент, в период подготовки к проведению сезонных полевых работ. А теперь перейдём к разработкам алтайских учёных, которые внесут свой вклад в развитие сельского хозяйства региона. Речь идёт об удобрениях, которые стимулируют рост растений, а также сохраняют ценные вещества в почве. Ирина Корчагина продолжит. Это не просто порошок, а настоящая растишка для ракообразных. Рачки Артемии, пожалуй, самый востребованный корм для рыб. Его используют на рыбозаводах, фермах. Препарат, который ускоряет рост рачков Артемии, разработали в этих стенах. Центра Промбиотех на базе Алтайского госуниверситета. Пробиотик в несколько раз ускоряет процесс линьки, то есть взросления. Препарат уже был испытан на производстве в Яровом, а также на частной креветочной ферме в Казахстане и показал хороший результат. Впереди регистрация препарата. В России аналогов именно препаратов для аквакультуры не так много. То есть из литературы и на рынке их, во-первых, мало, во-вторых, разработки в литературе есть, а на рынке, допустим, в наших условиях, в условиях Алтайского края практически вообще не встречается. А это еще одна разработка ученых центра. Препарат стимулирует рост растений, помогает усваивать микроэлементы и борется с некоторыми болезнями. В прошлом году его уже начали тестировать на полях Олейска. Испытания проводились на подсолнечнике, рапсе, гречихе. Также ученые не исключают, что биологическая добавка может защитить растения от колорадского жука. И да, важно, что это именно биологическая добавка. Сейчас больше используется химия, потому что она является более эффективной. Но помимо того, что она убивает какие-то патогенные для растений и микроорганизмов, она вредна и нам. То есть это ухудшает почву, это ухудшает качество растений, они могут быть в итоге после этого токсичны даже для людей. И для животных, которые после будут ее в качестве форма, например, использовать. Сегодня биологизация сельского хозяйства обсуждается на уровне страны. Не только брать, но и возвращать. Уже больше 10 лет Аграрный университет занимается проблемами утилизации навоза и птичьего помета в регионе. В ВУЗе говорят, это просто кладезь – природное удобрение, которое содержит все нужные растению, человеку, вещества. Нами разработана технология на примере молодежной птицефабрики, это Первомайский район, где проект разработан, получение вот этих органоминеральных удобрений. Более того, мы три года изучали их эффективность. Под картофель, под пшеницу, под овес, под кукурузу на зерно, под кукурузу на силу. По подсчетам Аграрного университета, ежегодно в крае накапливается около 7 миллионов тонн навоза и помета. А ведь все это добро могло пойти в дело. Например, если на базе тех же птицефабрик производить удобрения. И именно сейчас, как считают в ВУЗе, в такое непростое время, эту разработку края нужно взять на вооружение. Нация, которая не думает о повышении плодородия почвы, а только разбазаривает. То есть выращиваем, выращиваем, не внося, не возвращая то, что забирается. Она практически рассчитана на вымирание. И только та нация, которая думает о повышении плодородия, она будет процветать и развиваться. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Вадим Быстревский. День с толком. Поддержим отечественного и, более того, природного производителя. В то время как в соцсетях все больше шутят про импортозамещение газировок березовым соком, мы решили проверить, а настолько ли это шуточная история. Ведь несмотря на то, что многие дети 21 века ни разу не пробовали эту природную жидкость, часть россиян еще со времен Советского Союза не прекращали употреблять березовый сок. Уходя, уходи и прочие шутки на тему зарубежных газировок достигают пика, когда вспоминают про березовый сок. Ответ на все случаи жизни, но кто-то вполне серьезен. Вместо колы пьют сок дерева, подслащенную жидкость. Шутки шутками, но сейчас я нахожусь среди потенциального натурального продукта. По словам экспертов, самым сбалансированным березовый сок получается у берез на средней высоте. В низине их сок менее сладкий, а на высоте чересчур сладкий. Достаем оттуда чопик, когда начинается период сбора, аккуратно в то же отверстие. Антон Иванов с детства обожает березовый сок. Когда его перестали продавать в магазинах, стал добывать сам. В один из таких дней нашел здесь щенка, и уже 6 лет у него живет чуля от слова «чудо». Березам благодарен за друга и за свое здоровье. Любитель спорта ощущает пользу. На самом деле бодрит даже. А как же вот всякие энергетики, которые тоже дают энергию? Я не приверженец энергетиков. Я считаю, что то, что нам природа дает, то надо брать. А то, что синтетическое, ненатуральное, ну это как искусственная красота. Таких 150 литров я заготовил. У меня всю зиму родители пьют. Уровень паажности выравнивается, чистятся почки, камни. То есть для желудка это полезно. Одни употребляют по науке, другие просто любят вкус. А часть молодых россиян его и не знают. И если уж всерьез шутить про импортозамещение, давайте сравним. Это кола. Это березовый сок. Его я ни разу не пила. Знакомый вкус, но можно было бы и поменьше сахара. Но как будто вода с добавками. Цинь, кобальт, олибден, марганец, натрий. Там все это дело расстроено. Пол процента, один процент всего лишь сахара. Применяют, значит, для производства отдельных видов сахаров. Ну, при определенных болезнях, диабетах. Помогает при шлаках, очищает кровь, повышает иммунитет. Официальная медицина давно использует березу. Из нее производят активированный уголь, мазь фишневского. А сок – лайт-версия для профилактики. В сутки с одного дерева можешь заготовить до 5 литров березового сока. Ого, это как корову подавить. Ну, корову 5 литровую никто содержать не будет. Любители, новичков и всех патриотов отечественного производителя к березам приглашают через месяц. Сейчас все-таки рано. Перед этим изучите, как не навредить дереву и не собирайте больше 15 литров с одной березы. Сок переносит заморозку. Передозировок не зафиксировано. Анастасия Дороган, Алексей Фридин. День с толком. Отказываются пускать в рестораны, обливают краской русские посольства и церкви. Российские СМИ сообщают о притеснениях людей, говорящих по-русски, из-за проводимой спецоперации на Украине. Сейчас многие неохотно говорят о проблеме, но мы пообщались с теми, кто, несмотря на политические конфликты, так или иначе сохраняет связь с иностранцами. Куба. Конца февраля, начало марта. На острове Свобода еще звучала музыка. Туристы наслаждались океаном и красотой. Уже активно мониторили ситуацию в мире. Спецоперация на Украине всколыхнула многонациональное сообщество туристов. Отдых жительницы Барнаула Евгении Даровской как раз совпал с известными событиями. К нам подходили люди польской национальности, которые довольно агрессивны. Но это исторически и географически сложилось. Естественно, они не понимают, что происходит в России. Говорят, есть две темы, на которые говорить глупо. Это религия и политика. И попробую поспорить, естественно, у вас начнется еще и междоусобная война. Поэтому я старалась, конечно же, не вступать в какую-то полемику. В полемику с иностранцами русские туристы старались не вступать. В этом не было смысла. Но если Солнечный остров своей красотой подавлял негативные отношения к русским, то в некоторых других странах, к примеру, в Германии, неизвестные громили магазины с русскими товарами. Да и вообще к людям с русской фамилией отношение начинало резко меняться. Есть случаи, что людям с русской фамилией банки замораживали конту. То есть даже человек здесь жил уже лет 25, наверное, женщина, работала здесь. И все, соответственно, и у нее заморозили конту. И сказали, вы придите, покажите документы, на основании которых вам выдали конту. Дело все в том, что однобоко информация здесь подается. Как говорится, мозги засраны, капитально тут. А вот житель Барнаула Иван Алексюк, который знакомит иностранных туристов с нашей страной, пока в общении со своими друзьями из Германии никакого напряжения не ощущает. Ничего не изменилось. Я для них хорошо знакомый человек, поэтому они ровно относятся. Но все равно говорят, что повязка у них сильно меняется. И люди, которые не имеют где-то здесь друзей, знакомых, они могут думать иначе. В СМИ сейчас активно обсуждается, что в некоторых странах россиян притесняют, отказывают в работе, выгоняют из мест общественного питания. А в школах русских детей травят за происхождение. Уже некоторые зарубежные звезды осудили такое отношение к россиянам. А героиня нашего сюжета в очередной раз напомнила, что отношение к человеку не должно строиться на почве национализма. Когда, например, заболела моя дочь, и у меня на тот момент закончились лекарства, я спасалась, я и моя дочь, мы спасались украинскими лекарствами. Потому что любая мама, которая слышит, а что с твоим ребенком, она бежит и говорит на мое. Я дома даже сохранила пакетик украинского лекарства, который теперь, я думаю, исторически у меня будет очень долго лежать, потому что везде есть люди. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Будьте внимательны, когда читаете новости. Не все из них правдивы. Далее рубрика «Антифэк» и передаю слово Софии Яценко. Всероссийскую проверочную работу в некоторых школах страны придется перенести. Такая новость промелькнула на нескольких региональных сайтах, например, на Байкал-Дели. В соцсетях россияне начали гадать о возможных причинах такого решения и почти сразу же выдвинули вердикт из-за нехватки бумаги. Но распространение такой версии вовремя остановили. Ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения. По словам властей, экзамены пройдут в установленный срок, но локальный дефицит бумаги все же отрицать не стали. Однако заверили, что проблему устранят в ближайшее время. Так что школьникам придется заняться подготовкой к экзаменам в ближайшее время. На полках в магазинах могут пропасть молоко и соки в тетропаках. Публикации о нехватке тары для этих товаров разлетелись по всему интернету. О том, что у ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками, писали в том числе и федеральные СМИ. Однако газета АРУ опубликовала опровержение, правда, сославшись на РБК. По словам издания, ритейлеры заверили, никаких проблем с поставками не возникает. Кроме того, они ведут активные поиски альтернативы упаковкам. Замглавы экономического комитета Совета Российской Федерации Иван Абрамов в свою очередь заявил, что России следует локализовать производство своей упаковки. Таким образом, по его мнению, можно будет избежать зависимости от поставщиков из Азии. В скором времени в России исчезнут жизненно необходимые препараты. Такая информация появилась сразу в нескольких публикациях, пишет Метро. Якобы европейские фармакологические компании прекращают поставки, а запасов хватит максимум на полгода. Однако такая новость тоже оказалась фейком. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, поставки жизненно необходимых лекарств обеспечиваются полностью. Это подтверждают и зарубежные компании. Производители продолжают работу, и скачков цен на лекарства нет. И в завершение выпуска в Барнаульском зоопарке пополнение. Этой ночью семья нубийских коз Розочка и Чоки впервые стали родителями. У них родились красавица-дочка и сынок-богатель. Пользователи соцсетей уже подбирают им имена. Кроме того, козочка-роза приняла в семью еще одну малышку Марту, которая недавно приехала в Барнаульский зоопарк и находилась на искусственном вскармливании. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok